Музыка Через год после внеочередных президентских выборов в Азербайджане, принесших уверенную победу Ильхам Алиеву, авторитетная французская компания Opinion Way выяснила, что думает сегодня о своем лидере граждане Азербайджана, в прошлом апреле продливший его президентский мандат еще на 7 лет. Результаты социологического исследования, проведенного во всех регионах Азербайджана, по всем правилам беспристрастного и объективного замера умонастроений в обществе, показали, если бы президентские выборы в Азербайджане проходили сегодня, Ильхам Алиев вновь получил бы абсолютное большинство, 83-85% голосов. Здравствуйте, я Сергей Строконь, политический обозреватель, с комментарием на портале Москва-Баку. Добавим, что цифры компании Opinion Way, занимающиеся подобными исследованиями по всему миру в течение последних двух десятилетий, совпадают с уровнем поддержки, которую азербайджанские избиратели оказали своему лидеру год назад. А ведь не только Ильхаму Алиеву, но и каждому главе государства современного мира, президенту или премьер-министру, сегодня приходится решать свои внутренние проблемы в далеко не самой благоприятной внешней конъюнктуре, набирающей темп процесс деглобализации, в котором те или иные страны и лидеры все больше изолируют себя, делая ставку на национализм и протекционизм, торговые и санкционные войны, и, наконец, продолжающаяся игра военными мускулами, создают все новые проблемы и вызовы. Игнорировать все это главы государств современного мира не могут. Однако, справляться с его растущей турбулентностью удается далеко не всем. Неудивительно, что рейтинги многих политиков скачут как биржевые индексы, демонстрируя взлеты и падения, и заставляя наблюдателей задаваться вопросом, а сколько еще у власти продержатся Дональд Трамп, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Маттео Ренци, а также, размышляя о постсоветском пространстве, сумеет ли добиться переизбрания президент Украины Петр Порошенко в ходе первого тура выборов, получивший 15% голосов. Однако, в отличие от Петра Порошенко, Ильхама Алиева поддерживает не 15%, а все 85% граждан страны, то есть подавляющее большинство. И это при том, что своя война есть не только у Украины, в Донбассе, но и у Азербайджана. Конфликт в Нагорном Карабахе, возникший задолго до конфликта на юго-востоке Украины, остается кровоточащей раной, несмотря на применяемый к нему обтекаемый термин «замороженный». В чем же состоит секрет столь высокой, устойчивой популярности Ильхама Алиева, за которого азербайджанские избиратели голосуют не под дулами автоматов, не по команде свыше, а по своей воле. Почему его акции на мировой бирже геоэкономики и геополитики только растут в цене, а рейтинг, что называется, «В огне не гори и в воде не тонет». Первое слагаемое его успеха это ставка на социально ориентированное экономическое развитие страны, смысл которого изложил сам Ильхам Алиев, выступая на открытии в пригороде Баку нового жилого комплекса для вынужденных переселенцев, пострадавших в результате Карабахского конфликта. Президент Алиев не стал скрывать тех серьезных проблем, с которыми страна столкнулась в связи с неблагоприятными внешними факторами. Он напомнил о том, что в результате мирового экономического кризиса 2015-2016 годов доходы Азербайджана сократились в 3-4 раза. Я цитирую президента Алиева. «Это большое испытание для любой страны, но благодаря оперативным мерам нам удалось минимизировать последствия кризиса, а последующими серьезными шагами сохранить экономическую стабильность». Конец цитаты. Напомним, что с начала прошлого года, года внеочередных президентских выборов, экономика Азербайджана уверенно пошла в гору. Экономический рост составил около 3%. Уровень инфляции был меньше 2%. Бюджетные поступления за первый квартал увеличились на 200 миллионов монатов. Важно и то, что конечной целью экономического роста в Азербайджане Ильхам Алиев провозгласил создание социально ориентированного государства, когда плодами модернизации должны воспользоваться все граждане, а не узкая группа лиц. Цитирую президента Алиева. «Реализуемые нами крупные проекты, в том числе Южный газовый коридор, принесут нам в ближайшее время дополнительные доходы. Эти доходы будут справедливо распределяться и будут направлены в первую очередь на социальное благосостояние граждан». Конец цитаты. Кроме того, популярность лидера во многом определяется тем, способен ли он не останавливаться на достигнутом, не почивать на лаврах, считая, что всенародная любовь ему и так обеспечена, не останавливаться, идти вперед, причем не только в экономике, но и в политике, государственном строительстве. И вот что говорит об этом сам Ильхам Алиев. Я цитирую. «Мы вступили в новый этап развития. Мы должны сделать нашу страну еще более современной, решить все проблемы. Необходимо положить конец всем негативным явлениям в экономике, социальной, судебно-правовой сферах в деятельности госорганов. В Азербайджане должна быть обеспечена прозрачность, и мы этого добьемся». Конец цитаты. По мнению азербайджанского лидера, такая политика откроет новые возможности, приведет к увеличению поступлений в бюджет и ускорит решение социальных вопросов. Второе слагаемое популярности Ильхама Алиева обращено во внешний мир и связано с международным весом и авторитетом Азербайджана. Все тот же опрос французской компании Opinion Way показал, что положительно оценивают внешнюю политику президента почти 90% граждан Азербайджана. И дело не только в многовекторности этой политики, о которой было сказано не раз. Как бы ни относиться к Ильхаму Алиеву, нельзя не признать. Ему удалось благополучно избежать тех проблем, с которыми вынуждены сталкиваться ближайшие партнеры Азербайджана, лидеры России, Турции, Ирана и Китая, вовлекаемые в торговые и санкционные войны и испытывающие на себе растущее давление со стороны США. Однако Азербайджан оказался над этой мировой схваткой, губительную логику которой Ильхам Алиев категорически не приемлет. Не случайно в этом году страна стала председателем движения неприсоединения, возникшего еще более полувека назад, в разгар холодной войны. В результате нежелания десятков молодых независимых государств присоединятся ни к одному из противоборствующих блоков. Чтобы понять, как реально работает философия движения неприсоединения в новых исторических условиях в 21 веке, достаточно посмотреть на азербайджанского лидера на всемирном экономическом форме в Давосе, слете мировой политической и деловой элиты, в котором он принимает участие ежегодно. Вот круг общения Ильхам Алиева на Давосском форуме этого года, плотный график встреч, переговоров, показали, какие практические дивиденды получает страна, сумевшая своей инфраструктурой соединить все четыре стороны света восток и запад, север и юг. Сам Ильхам Алиев в своем выступлении счел необходимым напомнить, Азербайджан единственная страна мира, которая одновременно является участницей транспортных коридоров восток-запад и север-юг. Неудивительно, что его собеседниками оказались вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза, генеральный директор компании British Petroleum, генеральный директор IBM, вице-президент компании Suez Group и многие другие. При этом два своих интервью в Давосе Ильхам Алиев дал российскому и китайскому телевидению, продемонстрировав, что значит для Баку отношения с Москвой и Пекином. И, наконец, третьим слагаемым феноменом Ильхама Алиева стало стремление максимально сократить дистанцию между властью и обществом и быть готовым всегда оказаться именно в том месте, где в этот момент нации особенно важно услышать своего президента. Неудивительно, что после посещения Давоса Ильхам Алиев оказался уже в совсем другом месте, посетив пострадавшую от землетрясения Шамаху, заверив ее граждан. Я цитирую, «Азербайджанское государство, азербайджанская власть всегда за вами. Так было во все времена. Так будет и дальше». Конец цитаты. А уже в апреле Ильхам Алиев напрямую общался то с вынужденными переселенцами из зоны Карабахского конфликта, то с бойцами азербайджанского спецназа, заверив их в том, что главное внимание правительства будет сосредоточено на решении бытовых проблем военнослужащих. Феномен Ильхама Алиева показывает все рассуждения о том, что классическая политика и традиционные политические лидеры в современном мире уходят со сцены, уступая место бойким популистам-новичкам, уличным трибунам, актерам, спортсменам, явно преждевременно. Всем, кто считает современную политику, утратившей систему координат, чувство реальности и связь с народом, погрязшей в словоблудии, боящейся принимать ответственные решения, впору посмотреть на Ильхама Алиева. Посмотреть и убедиться. Эффективная политика по-прежнему жива и востребована. И за нее по-прежнему готовы голосовать люди. Это был Сергей Строкань, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok